Салют в честь команд из Воронежа, Липецка, Краснодарского края, Петербурга, в честь всех, кто прибыл на берег Волги для участия в первенстве России по парусному спорту среди юниоров. Для нас приятно приехать именно в Ульяновск, потому что сам я из Тольятти, и всегда приятно погоняться на реке Волга. Она всегда очень интересна, всегда очень хорошая роза ветров, и всегда спортсменам рассказываю, как сам начинал тренироваться именно на этой реке. У нас зарегистрировано было до сегодняшнего утра порядка 140 участников, но там еще мандатная комиссия продолжалась, там еще, наверное. То есть мы планировали 150 участников и, соответственно, больше 100 яхт. В акватории три флота по каждому типу яхт. «Зум-8», «Европа» и для самых юных «Кадет». Это яхты-шверботы, они такого класса, подросткового класса, детского класса. Дети занимаются на таких яхтах с 9 лет, представляете? Поэтому дальше они уже вырастают и, соответственно, пересаживаются на яхты, которые олимпийского класса, там лазеры, лучи и так далее. Здесь, на самом деле, управляет один человек. И вот тут, на самом деле, самый главный момент. Нужно выбрать место в лодке так, чтобы она шла быстро. То есть нельзя сильно сместиться в корму, иначе она будет тормозиться, но при этом не перегрузить нос. Поэтому здесь нужно найти четкий баланс. И это уникальный момент, что каждый сидит по-разному в лодке, по-разному ее ведет. Маршрут по акватории олимпийский. К финишу будут двигаться, огибая на пути специальные знаки. В среднем гонка занимает около 40 минут. Яхта, которую я нарушила, она не дисквалифицируется. У нее еще есть возможность оправдаться. То есть она должна сделать два разворота вокруг своей оси, и дальше можно идти в гонку, догонять остальных. Гости отмечают, роза ветров на Волге особенная. Порывы налетают как с юга, так и с севера-запада. Когда дует южный ветер, Волга против течения начинает гладить. Подымается очень резкая, крутая волна, и с ней довольно прям тяжело справиться. На море волна более спокойная, пологая при сильном ветре. То есть она как в горы лодку сбивает, опускается. С погодой в этот раз не повезло. Перед стартом на воде штиль. Начало гонки отложили, но участники регаты готовы соревноваться даже в таких условиях. Тут главное замереть, потому что человек замирает. Движение делает плавно, вот как кошечка. Аккуратно, чтобы, не дай бог, колыхнуть лодку. Потому что она чуть-чуть набирает скорость. Если там дернешься, лодка останавливается. И вот здесь замерять и тихо все делать, аккуратно. У Яновская команда на состязаниях одна из самых молодых. Ей всего три года. Самому старшему ее участнику 13 лет. Впрочем, выучка на месте, да и поле домашнее. Ветра родные, изученный курс проложен и опробован. Удачи вам, будущие капитаны. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.